Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про Type 97 TK. Многие игроки, подписчики, зрители просили сделать видео о данном танке, потому что данный танк сейчас есть в прем-магазине, то есть он идёт, грубо говоря, в пакете, да, к прем-аккаунту в месяц, в нагрузку идёт данный танк. Я как-то теперь по традиции буду делать именно обзор на эти прем, потому что туда бывает, запихивают что-то интересное, как прошлый прем был. Но вот сегодняшний наш гость Type 97 TK не из таких. Опять-таки, если мне не изменяет память, то его там дарили тоже на какое-то событие, было это очень-очень давно, ну вот и засунули в пакет. Внешний вид, вы можете видеть, в принципе, здесь нет ничего необычного, да, обычные гусеницы, маленький силуэт такой, ну, простой комочек металла, который сбит и поставили ещё пушку, всё. На самом деле здесь разработчики или дизайнеры особо не заморачивались, просто как бы впихнули и как бы вот так. Он по внешнему виду там внизу не выделяется, таким вот примечательным тоже вот так глянешь, там на него есть АС-4 Experimental, да, с особенностями, так сказать. У того же Паттена там тоже какие-то есть фишки. Здесь ничего этого нету, танк второго уровня, ну, вы и сами понимаете, кому он там особо-то и нужен был. Поэтому сегодня будем всё разбирать, его особенности на Ютубе как бы по гайдам, если так глянуть, да, зайти и написать Type-90 в МТК. Там их по факту кот наплакал, пару есть, и то они там 5-6 годичной давности. Так что будем всё это исправлять. Ну и первое, это у нас пушка. Это, наверное, самое сильное, что есть у данного танка, потому что для своего уровня совокупность урона, бронепробития и ДПМа более-менее неплохая черта. Плюс ко всему здесь очень-очень прикольная фишка, которую, ну, не часто встретишь. Не то, чтобы у танка много каких-то особенностей, нет, просто есть некоторые характеристики, которые ты не встретишь на других машинах. А их совокупность, ну, это практически невозможная вещь, но она не даёт никакой имбованности. Я говорю про УВН, и пушка на 15 градусов вниз обскается, это можно капец как везде использовать, это очень интересно, это прикольно, за это как бы спасибо. И второе, это снаряды. Здесь как бы три типа снарядов, но в основном два, это две ББшки, то есть основная ББшка и голдовая. Основная называется Type-94, а голдовая Type-1. Ну, то есть я не пойму, к чему это, как бы две ББшки, это очень странно, да, на таком уровне пушка с маленьким калибром, она обладает одним бронебойным снарядом и голдовым. Что касается его калибра, 37 мм, ну, как бы сами понимаете. Основной снаряд стоит 14 серебра, 685 скорая, что очень-очень мало, то есть, ну, это действительно плохо. Есть в песке танки, у которых пушки, ну, стреляют не то, чтобы даже быстро, вот, они быстро стреляют, и снаряды быстро летят, а здесь вот пушка быстро стреляет. Ну, вот, что касается снаряда, конечно, такое не скачь. Ну, и голдовая-то и так же, только стоимость его 800, то есть, как бы, таких пару тысячек дал, там, штук 5 уже, и вот серебро уже будет сложно отбить. Ну, то есть, как бы, вот, вот эта вот совокупность характеристик, такие УВНы и две ББшки, ну, я не знаю, второй такой, есть ли танк или нет. Это не делает его имбовым или каким-то особенным, просто вот такое вот стечение обстоятельств, стечение характеристик на данном танке. Что касается статистики, здесь я тоже кое-что интересное вырвал. На самом деле, на данном танке среди всех премов, которые есть, отыграют наименьшее количество боев. За последний месяц на нем сыграли 7103 боя, и всего. То есть, то засилие премов, которые есть на втором уровне, их там штук 15, наверное, а то и больше, этот самый непопулярный. То есть, и процент побед на нем самый худший, кстати, среди всех премов, 44,7. Ну, то есть, это отвратительно. Мало того того, что на нем мало играет, так на нем даже те игроки, которые играют, не могут показать какого-то вменяемого результата. В принципе, то же самое, но нужно ожидать и от среднего урона. Потому что на втором уровне есть такие, да, как бы вот Титаны, все-таки Гёчкиц, какой-нибудь там Тетрарх, Т2 Лай, Т1Е6. Не знаю, может, кому-то там ММ-39 Гидрон сама зашел. Т7 Комбат Кар тоже с своими особенностями танкетка. Ну, то есть, а этот как-то парень вот так вот и выбивается по статистике внизу. Но теперь давайте подробно. Пушка у нас с альфа F45, что в принципе норма, потому что для третьего уровня это более-менее нормальный альфа-страйк. Там от 40 до 50, а на втором уровне это очень хорошая альфа. Тем более бронепробитие. 41 ББшкой, как вы знаете, ББшка лучше пробивает любую там броню, которая доворачивается и тому подобное. Поэтому тогда плюс. Но единственный минус это в том, что снаряд летает медленно. И 60 пробивает голдой. В принципе, для большинства боев этого будет хватать. Конечно, будет сложно воевать, допустим, с тройками с Т-27, какими-нибудь французскими бронированными танками. Но а так, в принципе, этого хватает. КДшка здесь быстрая, ДПМ хороший. Единственное, не могу сказать то, что пушка суперточная, суперкомфортная. Но в песке таких мало. То есть, если пушка более-менее точно комфортная, это как минимум уже танк на 50% имбовый. Здесь такого нет. 2.2 время сведения, стоба как бы средняя. Ну и 0.4 точно. Сами понимаете, особо не забалуешь. Но, конечно, УВН и 15 градусов. Ты можешь везде воевать. Как бы на Эль-Халуфе ты на любую горку. Вообще не то, что ты можешь прям на гору вот самую залезть и оттуда стрелять. Ну, то есть, действительно, очень удобно. На СТБ, чтобы это сделать, тебе нужно остановиться, подождать. Там скорость снизить. И потом пушка начинает там вот эта подвеска гидравлическая. А здесь как бы раз и все. Ну, это как бы действительно круто. Можно использовать. Но это не делает танк имбовым. Просто в некоторых вещах он, конечно, играется лучше. Что касается брони. Данный танк пробивает все во все места. То есть, зачастую, если у танка хоть какая-то броня есть, он держит пулеметики. Да, он может их сдерживать всяких там ПЗ-1С и подобных машин. Это уже неплохо. М2 лайт. Этот парень нет. То есть, единственное, чем он может подвивать. Наверное, верхним бронелистом. Которого приведен к нам, получается, под 30 миллиметров. Ну, и как бы за счет того, что большинство барбанов на каких-либо подкалиберах, броня довернутая, иногда что-то потанчит. Зачастую нет. То есть, и фугасы на фулку будут ловить, и все остальное. Мы частенько видим третий уровень. Тем более, в том засиле, в котором происходит это сейчас, да, рефералки и прочее, выполняют на третьих. Пуштройки кидает только к четверкам и как бы к пятеркам не кидает. А четверки уже и пятый, и шестый уровни. Поэтому много игроков играет на третьем. Там большое количество имп, вследствие чего, да, наш Type 97 не особо может танковать какие-то фугасы, да, даже те же пулеметики. То есть, бывает, да, что там что-то лбом подбивает, но очень-очень мало. Что касается мобильности, здесь бы хотелось все получше, потому что, ну, мне кажется, немножко слабенько. Все-таки 42 километра вперед и 15 назад. Но это такая вот особенность, которая, в принципе, ну, ничего тебе особо не дает. Удильная мощность у данного танка, в принципе, 65 лошадей на массу его 5 тонн. Это неплохо. Но я могу сказать то, что, в принципе, да, вот эта вот максималка 42, она нас сковывает. Он ее набирает, он едет. Не могу сказать то, что он на месте, там быстро ворочается. В принципе, по мобильности он ниже среднего. Потому что слишком много всяких быстрых машин. Этот танк далеко не из этих. То есть легкий танк, а по факту он по мобильности в песке как ТТ какой-то. Хотя там, в принципе, их нет. Вот. И даже если с горки вы будете ехать, вы больше 50 видеть не будете. Поэтому мобильность это не самая лучшая черта. Вот незаметность есть, она присутствует, это плюс. То есть данный танк более-менее может пострелять с кустов. Что по главным плюсам? Первое, это у Вена. Они будут сразу бросаться в глаза. Во-вторых, это пушка. Она действительно хорошая. Вот есть Тетрарх со своим орудием, да. У него там бронепробитие, шикарное все. Здесь тоже. Здесь вот совокупности. Маленький сам по себе силуэт низкий. То есть его можно спрятать. А вот эти всякие маленькие танки, там в песке вы сами знаете, то что их можно прятать в такие позиции, на которых ты там на пятом, на шестом, даже если говорить уже о больших уровнях, десятых, ты их никогда не спрячешься. Боезапас тоже здесь огромный. Я забыл упустить. Здесь 205 снарядов. Хватит на все случаи жизни убить и своих, и чужих. Еще в чужой бой зайти и там поубивать всех. Что по экипажу? Здесь, кстати, что удивительно, два друга сидят. Это там их вот водитель и командир. Здесь, если вы хотите там качать, я не знаю, но если есть такие ребята, которые на японских ЛТ там хотят все что-то качать экипаж, то здесь, конечно, не получится. Что по минусам? Конечно, брони абсолютно никакой нет. Единственное, иногда что-то пулеметики поотбивают, но это бывает крайне редко. Во-вторых, так как человека в экипаже всего два, поэтому командир выполняет четыре вида обязанностей. И если вам его выбивают, соответственно, вы понимаете то, что боевая эффективность танка в несколько раз просто снижается. Это тоже минус. Ну и как бы мобильность, которая в песке не позволяет тебе куда-то переехать. Там бои зачастую происходят быстро. Если, как правило, ты поехал в какой-либо один замес, то оттуда ты не уйдешь. Если будешь убегать, тебя убьют, ну и как бы умрешь уставшим. Поэтому тут вариантов нет. Ну и как бы что на данный танк ставят, да, тем более засилие сейчас оборудование. Наверное, здесь больше нужно сыграть от каких-то кустов, если уж говорить именно об этом танке. Потому что для штурмового он не очень подходит, его пробивает сразу. Поэтому я бы тут сыграл какого-то засадную машину, да, какой-то засадный танк. Я бы поставил бы стереотрубу при более-менее, да, хорошем обзоре. 300 метров для нашего танка это неплохо. Вентиль и даже маскировочную сеть. Можно, конечно, там что-то поставить на огневую мощь. Но данный танк больше засадный. То есть по факту что-то на него такое вот поставить, сделать из него какую-то конфетку, да, из тыквы сделать золушку. Ну, точнее карету, да, не получится. Но как бы при всем уважении, если кто собирает мелкопесочные премы, это танк только для коллекции. Куча есть машин, которые гораздо имбовее, которые можно купить за опыт, за серебро и все. Да, М2 лайт, ну просто танк, который действительно хорош. Там на втором уровне и хватает. Про третий я вообще молчу, их там засилия. Поэтому данный танк только для коллекции, ну или тем ребятам, которые покупают, да, премиум аккаунт, хотя бы в нагрузку получат вот этот танк, который, ну не знаю, может продадут, может там слот себе какой-то плюс там сделает в ангаре. Или еще что-то. То есть однозначно, если вы покупаете прем, да, 30 дней, то, конечно, берите его с собой. Но поиграть на нем, понагибать, порадоваться нет. При всем уважении, да, насколько я часто бываю позитивен в видео, насколько я бываю, ну более так, иду навстречу тем танкам, про которые я делаю видео. Но сегодняшний наш гость, он как-то избегает моей встречи с ним, поэтому я могу сказать о данном танке, победебальной системе, то, что я ему ставлю двоечку, ну или с натяжкой троечку. Когда чисто в топе, да, то второй уровень, окей, можно поиграть. Но с тройками невозможно им будет, поэтому, в принципе, любая двойка не очень играет с тройками, но это особенно. Ну и статистика, ребят, вам тоже не даст соврать. Как-то так, попытался быть максимально объективен. Всем большущее спасибо за просмотр. Если не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Прожмите лайк, колокольчик, приходите на стримы. Кстати, я их сейчас делаю каждый день, но они разговорные. Ну и, естественно, рекомендуйте мой канал своим друзьям. До новых встреч, пока-пока.